здравствуйте уважаемые зрители я стою на перекрестке 7 авеню и 34 стрит на манхэттене влево от меня универмахт мэйсис и там дальше эмпайр стоит билдинг если прямо пойти тут там будет пэнн стейшн железнодорожный вокзал с его новым зданием которое построено переоборудовано можно сказать в бывшем здании почтам то она много лет было закрыто и потом из него сделали вокзал грамотно все сделали хорошо все получилось и относительно недорого смету даже уложились если пойти назад ту сторону вот туда то тогда можно выйти на тайм-сквер ну вот мы сейчас здесь а если пойти направо по 34 то мы выйдем к этому новому микрорайону построенному жилых домов там и магазинов и там это никому непонятная скульптура ужасно дорогая которая называется весель в протонародье шаурма ну и там же еще этот музей военно-морской авиационный и космический это авианосец неустрашимой неукротимый интерпрайс про все про это отдельные фильмы есть ты про это место есть но просто что изменилось вот буквально буквально скажем так пару месяцев нью-йорк уже все от эпидемии пришел в себя то есть улицы заполнены людей много вся торговля изо всех сил работает то есть нью-йорк ожил но у меня тема которую надо наверное завершить потому что я понял что эта тема будет бесконечна кто развалил советский союз я все время начинка начал об этом думать и кого не возьми всех надо в список носить список большой получается вот допустим так музыку прекрати свою ведь отсюда ну вот это вот педикабы они как бы возят туристов ну да возят туристов ну и считается что как бы они крутят ногами эти педали но злобные злобные отрицатели всего говорят что у них там спрятан аккумулятор и электродвигатель не знаю вот смотрю ногами он крутит или нет он один едет крутит мы может что то есть электрическая помогает ему но так вот про советский союз был такой знаменитый пограничник карацупа который там из рядового дорос до полковника в москве закончил свою службу героическую но героической было только первые два года его службы это как-то там с 32 частично по 35 частично годы он задержал больше трехсот нарушителей государственной границы союза советских социалистических республик и уничтожил уничтожил схватки с врагом еще 120 то есть ну не 500 но где-то близко к этому ну ему памятники в книжках во всех я помню я помню у меня в учебнике по истории в каком-то из них было написано про героического пограничника карацука все знают мое поколение все знают фамилию этого героя советского союза героем советского союза он уже стал даже уже наверное в 50-х годах уже когда он в москве был ну так вот получается там среднеарифметически где-то три человека в неделю от двоих задерживал одного застреливал собаки у него были несколько все под одним именем индус но потом когда наладилось очень добрые отношения с индий по из индуса собачку переименовали в ингуса но у нас не сад не то что собачка у нас кого хочешь переименуют нет проблем так еще один музыкант но и в советское время как бы это не вызывало вопросов а вот уже в 90-е годы началось как там у нас это очернение всего святого ты про того же карацуку тоже а кого он задерживал что это это все было на дальнем востоке хорбин там где-то был недалеко город в котором было много ну бывших русских ну смысле русских бывших из императорской россии сбежавших белогвардейцев ну и тех кто сумел убежать что вот они там засылали лазутчиков диверсантов шпионов отравлять колодцы взрывать железные дороги от убивать председателей колхозов в общем диверсантов вот с ними он может она бороться но вот начали писать другое а что же это за тупые такие белогвардейцы их ловят убивают по три штуки в неделю они шлют шлют и шлют вот и все так течение почти двух лет где же ну будем считать что там все таки кто-то над чем-то думал ну не может так быть но как вариант значит задачка решается намного проще в это время началось раскулачивание те же самые большевики коммунисты которые пришли к власти под лозунгом землю крестьянам крестьяне уже землю помещичью поделили она у них уже была так вот эту землю у крестьян отобрали вот всю ее в колхоз и кроме земли еще отобрали все что у этих крестьян было все тоже колхоз от корова есть колхоз лошадь есть колхоз телега колхоз но это вот есть такая очень советская книга поднятая целина но если ее почитать так с критическим взглядом то в общем-то многое там как они кур в колхоз хотели сдавать в общем что-то такое и в общем кого-то высылали кто-то сам убегал а уже из сибири через границу дело в том что вот не нравится тебе советская власть при том что я по-моему уже говорил да не была на советской советы советы там депутатов народных они подчинялись полностью партийным организациям по конституции статья номер 7 по моему или 5 не важно 7 кпсс являлась руководящей и направляющей силой и она вот в главном стране были партийные органы хоть в районе хоть в области хоть в республике хоть на всей стране при том что интересно в каждой союзной республике вот их было 15 а одно время кстати было 16 не все знают даже герб был советского союза 16 лентами это была такая карело-финская по моему она называлась или карельская союзная республика потом ее лишили этого статуса она стала обычной автономной по моему республикой так вот и обратно стало 15 союзных республик и так вот в каждой союзной республике была своя коммунистическая партия в украине компартия украины грузии компартия грузии казахстане компартия казахстана а в россии компартии не было ну как бы потому что русских слишком много и вот надо уменьшить как бы их вес чтобы они не подавляли собой все остальные все остальные национальности ну надо признать что ленин в общем-то русских не любил из его фраз о русских там типа копни любого русского найдешь татарина но это я никого обидеть не хочу я цитирую цитирую владимир ильича ленина только лишь потом у него еще такая цитата мне помнится русский человек по натуре своей плохой работник одну и еще можно поискать чтобы от хвалил русских я чуть не очень там нашел про шовинизм русск великорусский там и прочее целая отдельная работа ну я ее там в одном из видео своих рассказывал они кстати про авторские права вспомню как-то я использовал в одном из моих видео запись выступления ленина что такое советская власть он там и что такое советская власть ну и рассказывает я это вставил и получил сразу серьезнейшее критическое замечание от youtube оказывается авторские права есть на это выступление тут я уже не понимаю это от кого авторские права кто исполнял и или кто писал или или непонятно что все все же прошло уже больше ста лет какие-то авторские права оказывается есть в общем империалисты на ю тубе что-то они там очень часто нас удивляют своими фантазиями ну да ладно я он мне все меньше и меньше нравится этот youtube вот это я так между нами если услышат то пучки пусть учитывают особенно когда я увидел в одном из видео кто там работает сразу как-то до ну да ладно музыкального слуха у меня нету поехали дальше значит про карацуку в общем беглые крестьяне непростые крестьяне а те которые были их называли кулаками те которые были можно сказать так крепкие хозяева те у кого было две коровы там или две лошади от у кого было земли больше может быть в общем кто больше всех работают их всех ссылали от многих арестовывали отправляли в лагеря ну и чтобы ну не нравится людям в стране жить пусть уезжают в конце концов нет с 20 конца двадцатых годов был принят закон по которому выезд из ссср первого в мире государства рабочих и крестьян это была измена родине вот соответствующим приговором там до этого мне кажется больше нигде не дадут а может быть северной кореи но она по следам пошла то есть советский союз был первым такая вот свобода и демократия от счастливый социалистический рай ну вот эти люди и бежали ты их такие карацуку ловили их было много ловили много лагеря отправляли тоже приговоров таких вот 10 лет без права переписки таких передал таких приговоров наверное тоже больше нигде в мире не было с такой формулировкой но потом уже узнали что это означало просто-напросто расстрел сколько народу перестреляли до сих пор неизвестно никто не знает никто сказать не может в лагеря эти исправительные или как их назвать там были созданы такие нечеловеческие условия что люди мерли без счету сколько померла из тех кто эти лагеря прошли тоже совершенно непонятно но наш и сам визы известный на весь мир ученый генетик биолог вавилов он у него мечта была накормить все человечество и он уже в общем-то был на пути решение этой продовольственной программы проблемы во всем мире книгу написал книгу сожгли уничтожили он ее в тюрьме написал ее в тюрьме и уничтожили и никто и не увидит а сам он умер от голодной дизентерии от голода практически там было связано это все с перерасходом средств средства были выделены на одну задачу он там вместо этого поехал там куда-то на тибет что ли там изучать какие-то растения на эти деньги но это ну скажем так если в нормальном обществе это весело от ну возмести у нанесенные ущерба получи выговор ну примерно так ну можно снять с должности директора института он был институтом руководил научным от а через год восстановить ну вот решения такие принимались академик королев тот который космос запустил а гагарина том в тюрьму попал за то что управляемую какую-то ракету или торпеду воздушному ракету что-то управляемо он создавал что-то там не получалось что-то сделал он не так и его там осудили тоже на 10 лет но просто на 10 лет расстреливать не стали не посчитали до 100 а он там не стал очень большим начальником он мог стать но там что-то не завязалось кого-то другого ну и вот это вот гордость гордость всего советского союза легендарная катюша это как раз ее создавали в том институте где работал королев он тоже там немножко был к этому причастен но вот тот кто и тот кто все это дело фамилия лангемак его расстреляли королев чудом остался жив он в общем-то уже умирал там где-то под забором но здоровье у него оказалось слабое вот но его спас там находился один из директоров авиационных но директор авиационного завода который его знал и узнал и в общем-то ему удалось его в санчасть там медицинскую потом дело как бы пересмотрели по ходатайству там мама его ходила ко всем тому ко многим там известным людям просила помощи в общем как-то там пересмотрели вот и он поехал обратно москву тоже по дороге чуть не погиб спасла его буханка хлеба где-то лежала возле колодца где он один шел поэтому поэтому морозу но было такое выкладывали местные жители для прохожих таких вот чтобы не было проблем они выкладывали там или хлеб или еще что-то то есть типа мы для тебя дело доброе сделали проходи спокойно не создавай тут криминальной атмосферы ну вот чудом остался жив при том что его не выпустили он работал дальше под руководством туполева вот в тюремной так называемой шарашки шарага это называлось но это а так это называлось конструкторское бюро там какой-то закрытый номер какой-то руководили этим всем онководисты собрали вот искали где можно собрать вот авиационную сделать эту контору туполева спросили кого искать в лагерях он он взял и написал всех кого знал ну и практически не ошибся все оказались в лагерях от всех вытащили куда их собирать строить здание бывшие здания ну в общем авиационный институт научный цаги заказали на заводе решетки поставили на окна решетки наверху сделали клетку и выводили их туда прогуляться вот он 7 лет королев отсидел сначала в москве это было потом уже куда-то их перевели когда немцы подошли к москве и куда-то на урал переправили там они еще были музык 7 лет хорошо что жив остался но когда он уже работал главным конструктором спину ему иногда так звучало зэк зэк злобно так ничего правда умер рано вроде какая-то несложная операция но умер это уже после того как полетел гагарин и вот следователь который его допрашивала там как умер-то в общем объяснили так что критическая ситуация получилась надо было делать наркоз интубировать а интубировать это ввести трубку в горло а ты через нее там подавать этот наркоз пойду я перейду на ту сторону и вот трубка трубку они вставить не смогли потому что у него челюсти не открывались а челюсти у него не открывались оказывается потому что там в тридцать седьмом что ли году или в тридцать восьмом следователь на допросе спросил у него а попить хочешь водички хочу и ударил его следователя большим стеклянным графином по лицу от этого у него были переломаны челюсти они срослись но не очень хорошо и вот он импайр стоит билдинг но не очень хорошо и поэтому у него челюсть рот не открывался полностью а только чуть-чуть ну и поэтому они не смогли сделать наркоз и поэтому все так получилось подробностях это все описано многократно я склонен думать что после полета гагарина гагарин начал ездить много за рубежом посетил много стран хрущев считал что надо пропагандировать советский образ жизни и наши успехи превозносить изо всех сил вот честно говорю не надо было бы превозносить никаких успехов если бы реально в советском союзе жизнь была лучше чем в капиталистических странах по теории маркса с энкельсом капс капиталистических странах империалисты капиталисты всю прибавочную стоимость которую производят рабочие забирают себе и за счет этого наживаются строят себе дворцы а рабочие беспощадно эксплуатируемые прозябают нищете в советском государстве рабочих и крестьян вся прибавочная стоимость остается у рабочих и крестьян и они раз это их государство ею распоряжаются как это им удобно по идее они должны жить лучше но не зря закрыли границу потому что выяснилось что живут то рабочие и крестьяне особенно в советском государстве намного хуже чем те же самые рабочие крестьяне в капиталистических странах поэтому границу закрыли а тоже разбегутся все и с кем останется высокое партийное руководство они кстати тоже не догоняли но необразованные люди были да убежало бы население а они на этих природных ресурсах так бы хорошо жили за приличную зарплату к ним бы лучшие специалисты со всего мира собирались бы и добывали и нефть и газ и все металлы и все что есть и даже землю обрабатывать тоже из-за границы бы приехали блин рабочие ну только зарплату платить надо ну так вот к следователю к этому там был журналист один который много писал про космонавта ну видимо я так понимаю немножко все же он был придворный журналист потому что информация у него было много и видно допускали его куда-то там на все эти территории и вот он написал что нашел этого следователя уже после смерти королева и пришел к нему поговорить и тот ему пожаловал полковник в москве живет он ему пожаловался а ну уже на пенсии уже на пенсии давным-давно он ему пожаловался что вот что-то в больницу как-то там какие-то процедуры там долго в очереди ждать еще чего-то там что-то у него болит а когда он его спросил конкретно помнит ли он такого подследственного по фамилии Королев Сергей Павлович тот сказал не не помню не помню но он говорит по глазам я увидел что он помнит так вот Гагарин ездил Гагарин встречался со многими людьми и не всегда наверное эти встречи были так уж подконтрольные и наверное он что-то Сергей Павлович рассказывал потому что у них отношения были как у отца с сыном очень любил королев Гагарина и Гагарин ему отвечал этим вот так вот наверное что-то он откровенно ему такое рассказывал а королеву не нравилось что его не выпускают за рубеж и даже его фамилию нигде не называют и даже если где-то что-то пишут его писали по фамилии Сергеев ну есть история что якобы Нобелевский комитет обратился к Хрущеву что вот скажите фамилию главного конструктора даем Нобелевскую премию сразу же это легенда на что Хрущев якобы ответил главный конструктор советский народ в общем здесь возможны варианты но по поводу того что челюсти не открывались и врачи об этом не знали дело в том что на этом уровне каждый год проводится диспансеризация в течение многих лет естественно там был и стоматолог который проверял и поэтому на первой странице красными буквами должно было быть написано о том что вот такая проблема у человека есть челюсти не открываются имейте все в виду вообще с медициной в Советском Союзе она была у нас бесплатная но видимо не очень хорошая потому что для начальников была кремлевская больница а для других начальников были такие лечебные комиссии а в каждом городе в каждом районе для начальников была тоже отдельная медицина так что тут не все так просто то есть скажем так медицина была бесплатная но она была ну очень слабенькая я иногда даже пытаюсь как сравнить и сравниваю так что вот ну вот здесь в США медицина платная ну платная это как если ты работаешь то ты оплачиваешь страховку даже обязан при Обаме приняли такой закон Обамакер что страховка должна быть у всех хочешь не хочешь покупай иначе оштрафуют а если ты не работаешь у тебя денег нет то тогда тебе дают так называемый медикейт это бесплатно то же самое такое же лечение только бесплатно а там платит страховка ну есть еще капеймент капеймент это небольшая часть за лекарства там и за медицинские услуги надо оплачивать но небольшой допустим визит к доктору к терапевту 15 долларов это такая средняя страховка вот в госпитале неделю полежать 300 долларов хотя счет могут счет присылают для интереса оплачивает страховка счет может быть и 30 тысяч и 70 и 150 но застрахованный больной платит 300 долларов а если медикейт то вообще ничего не платит вот и обслуживание точно такое же так что так сказать что здесь умирают от недостатка услуг медицинских нельзя ну это касается тех кто живет в стране официально ну есть люди которые нелегалы вот что им делать они же не могут себе не страховку то есть ну и денег нету и программы эти все они для тех кто живет в стране официально вот значит для них есть какие-то отдельные программы но если вообще ничего нет не страховки никакого медицинского обеспечения в государственную больницу надо прийти в отделение скорой помощи внеотложку называется emergency и там они не имеют права требовать документы и вы можете назвать там любой адрес все равно подлечить ну операцию может быть делать это надо будет запрашивать там какое-то руководство но вот такие вот вещи неотложные все эти выполняются медицина она везде дорого стоит поэтому когда она была в советском союзе бесплатная вот я бы не сказал что там сильно и радовался хотел был молодой еще не болел но когда приходилось сталкиваться то сейчас вспоминаю это все в общем то ничего радостного а еще про следователя вавилова допрашивал следователь по фамилии по-моему хват хват да такая следовательская фамилия и этот хват пытал его там потом уже в пятьдесят пятом году его пригласили там в прокуратуру он уже на пенсии был он объяснил что это не он а другой следователь их там они там он там не один работал ну а ему объяснили что в общем то его дело рассмотрено и он в общем то виноват но прошел срок давности поэтому может не волноваться живет себе спокойненько в москве в центре неплохая у него квартирка дети выучились все получили хорошее образование при хороших должностях в общем все прекрасно то есть ну это самых известных а так схема то обычная берется человек делается на него там донос какой-то компромат арестовали убили расстреляли или или просто в лагере сгноили как там Берия говорил в лагерную пыль стереть а сами в его квартирку заселились вот у королева допустим и жену забрали другой человек на ней женился пока он семь лет в тюрьме был ну так а ему нашли вот оказалось ему он там пришел там надо перевод было статьи сделать с английского ему говорят да у нас переводчицы все с немецкого ну вот одна новенькая есть с английского ну все она ему переводила он ее пригласил прогуляться и они жили она жила этажом выше ей квартиру дали ну и говорит в первый же вечер она сама говорила я у него и осталась ну а потом он на ней женился красивая и думать что хочешь вот целые отделы сидят продумывают как это все красиво сделать но сейчас тоже выродились что-то красиво у них не получается вот этот полоний которым отравили на л как-то фамилия не леонтьев забыл фамилию ну в общем бывший работник этих всех структур в лондоне угостили чаем в котором была был полоний радиоактивный материал и он от него умер так вот этот полоний мне интересно стало сколько же стоит доза этого полония оказывается эта доза стоит 10 миллионов долларов неплохо шикуют попробовал книги читать которые он пишет ну очень уж ужасно все поэтому как-то не дочитал начало почитал и оставил в принципе наверное много там правды ну скажем так при всей при той власти которая была комитета государственной безопасности слова государственная безопасность они с течением времени ну когда они там пытали расстреливали вот один одним из министров это или как он там НКВД маршалом там был Лежов Лежов ну карлик там у него метр пятьдесят рост был вот ориентацию ладно бог с ним сейчас за это не ругают но тогда это тоже было не очень хорошо вроде даже наркоман и образование вот я про образование всегда говорю незаконченное низшее то есть он вообще ну наверное читать писать немножко умел и вот такого человека он там хранил хранились у него в сейфе завернутые в бумажке подписаны пули которые были изъяты из тел убитых расстрелянных там коммунистов тех которые революцию делали там и Зиновьев и Каменев и Бухарин там и Радек я не помню уже все вот ну считается что об этом обо всем говорить нехорошо потому что это очернение вот ну вот я вспоминаю я же говорил вот допустим у этого хвата там дети ну они наверное хорошими людьми выросли я не знаю вот ну наверное папа им что-то рассказывал наверное они что-то знали вот а некоторые просто по следам родителей шли вот допустим одна из самых советских республик Беларусь вот и жил там человек по имени Леонид Моряков до девяносто первого года он работал там где-то инженером после девяносто первого года занялся бизнесом денег заработал а потом он занялся вот изучением вот этой вот темы то о чем я рассказываю а ему стало интересно судьба его дядь Валерия Морякова который был расстрелян в тридцать восьмом или тридцать седьмом году и он начал это все изучать ну и кончилось это все изучение что он написал несколько книг там 15 томов с перечислением биографии ну и рассказом о людях о 20 тысячах белорусов убитых уничтоженных российской вот этой вот и империей и советским государством то есть он там начал еще до революции и это все были лучшие люди в тот день когда убили его дядю Валерия Морякова было расстреляно 100 человек писателей поэтов ученых руководителей предприятий министерств и это продолжалось и это продолжалось тридцать седьмой тридцать восьмой год там весь в общем два года руководил этим всем там был такой руководитель НКВД по Беларуси по фамилии Берман брат его тоже Берман руководил лагерем а жена тоже сотрудник НКВД у нее брат был там какой-то начальник в НКВД начинаешь читать там про брата у того тоже родственники тоже где-то кем-то в общем они там какой-то у них там семейный подряд не то что семейный подряд но все друг друга очень хорошо знали и детей устраивали вот поэтому то что не было сделано в девяносто первом году надо было опубликовывать все архивы не глядя все полностью подымать всех ну как в Польше сделали они эту тему прошли нормально всех находить все выяснять да сроки давности да там кто-то уже может быть старый да может быть не так как они там расстреливать и в лагеря засылать но каждый должен был ответить за поступки которые он совершил и обо всех должно было быть известно все это сначала приоткрыли потом закрыли и я так понимаю что уже вот с девяносто первого года прошло сколько лет тридцать лет да за это время почистили наверное эти архивы так что в изумление придут будущие исследователи истории Советского Союза что там уже и переписано и заменено это было и с Януковичем вот у него две судимости было а когда его там наверх начали продвигать за газпромовские деньги большие очень большие попыталась прокуратура украинская выяснить это все и в Донецке начали поднимать эти дела вот в этом месте вырваны страницы все ничего не понятно ничего не известно в смысле не про то что там судимости были ну а якобы там эти дела были пересмотрены и снято с него судимости были типа как судимости и нет так вот когда дошло до дела начали разбираться вот делать их не было в том месте были пустые страницы что там было на самом деле непонятно то есть оно конечно рукописи не горят 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 и очень сильно ну и то что сейчас натворили ну сейчас второй день уже огребают российские военные по заслугам по своим и не надо думать что война это мы воюем а остальные аплодируют или терпят терпимая красавица ни хера никто терпеть не будет вот война это ответка будет обязательно вот ну и наверное будут ответы и по территории России безнаказанно расстреливать чужие города тоже никому не позволено должны почувствовать что такое война и почувствуют самое умное конечно убирать надо Путина убирать все это правительство потому что ну никто не выступил против вот при том что ситуация очевидна вот не должно было быть этой войны вообще и прекращать ее надо немедленно немедленно позорная война которая приведет к распаду России и вот на вопрос по поводу Горбачева был ли он агентом не знаю а вот про поводу Путина надо думать человек был на агентурной работе как так это описывается что он там у нас был чуть ли не супер Джеймсом Бондом в Германии и руководил там резидентом был и прочее наверное одна из главных заслуг разведчика на чужой территории любой страны разведчика завербовать другого разведчика получить агента и наверное он старался это делать и вполне мог сам попасть под что-то там за какую-нибудь растрату денежных средств или за какие-нибудь там отношения с какими-нибудь сотрудницами вполне все это возможно потому что ну мы уже видим что человек склонен к шикарной жизни тратит деньги любит и по женской части тоже сосчитать толком никто и не сосчитал сколько же у него детей нормально неизвестно ну и систему избирательную тоже надо менять но это должны быть правила для людей которые во-первых выборы должны быть честными и для этого все это изучено все это известно все это ну и человек которого избирают на высокие должности он перед этим должен пройти все ступени то есть он должен поработать на совете там районного уровня потом областного потом республиканского и только потом уже куда-то там на высокий уровень его можно избирать пусть он уже будет там в зрелом возрасте не обязательно молодого пусть опыта наберется опыта государственного строительства потому что советский союз как мы с вами видим строили люди без образования не имеющие опыта государственного строительства не имеющие профессий ничего не умеющий не умехи вот они эти не умехи вот это кривое здание и создали и потом все вместе его же и развалили просто пришло время от самый из наших генсеков человечный Леонид Ильич Брежнев он скажем так он ничего не делал вот в плане государственного строительства и в плане определения что же это за государство и куда оно идет что же оно создает в чем его цели написано было много но это все было бессмыслиц и пока он там наслаждался своей жизнью в стране шли другие процессы как уже потом Андропову доложили что 40 процентов валового внутреннего продукта страны разворовывалось разворовывалось не столько теми кто там под юбкой выносил колбасу или сметану от работников хотя в сумме это получалось солидно а разворовывалось вот централизованно под руководством партии всем же руководили партийные органы и вот они скорее всего это все и организовывали помню мне как-то по молодости рассказывали что вот приезжает комиссия комиссия проверочную можно принимать по первой программе по первой программе это когда членом комиссии накрывается шикарный стол с выпивкой и по доброму значит их угощают можно по второй программе по второй программе это когда все то же самое но уже в банке и с девочками и по третьей программе когда у проверяемого все документы в порядке все дела у него идут хорошо и он значит отчитывается о том как он работал так вот больше всего не любят тех кто по третьей программе вот и у них самые плохие отзывы идут итоговые документы комиссии об этих людях обычно самые плохие потому что вот не нравится членам комиссии что их не уважают а чтобы все это комиссии приезжает много чтобы все это имелось нужно иметь какие-то левые доходы и дальше начинается не проблема там договориться с директорами милиция тоже вся под контролем и АБКСС и все на свете и поэтому все это создавалось все эти левые вещи работали когда Павлов которого проклинают все дружно какой поганый был премьер-министр этот Павлов толстый такой он что сделал обмен денег вот все люди деньги потеряли а обмен был какой обменять должны были купюры по 100 рублей и по 50 вот я уже был вполне себе взрослым человеком когда этот обмен происходил и много лет уже получал зарплату никогда я не имел ни сотенной купюры ни пятидесятки дело в том что как потом там кто-то написал из клеветников что эти деньги сотки и пятидесятки использовались для теневого бизнеса ну в дипломат сотенными купюрами можно вполне нормально там больше миллиона рублей положить миллион рублей это сто пачек ну да десять и на сто это тысяча тысяча в пачке десять тысяч рублей сотенных значит сто пачек это будет миллион долларов рублей ну вот их и перевозили по стране может кто-то и по банку переводил но пока была советская власть это все все шло наличным и вот он за три дня это все обменял так вот в эти три дня была зарплата я первый раз в жизни получил зарплату сотенными купюрами выдали сотню и две пятидесятки и еще добавили там чего-то в общем первый раз я получил эти деньги то есть кто-то там принес свои в кассу обменял быстренько-быстренько выкрутились ну а много кто не успел вот они такие пострадавшие там и так дальше и Павлов такой вот нехороший а помнится еще как-то показали в комсомолке дачу Рыжкова премьер-министра а Павлов был министр финансов а Рыжков был совет министров показали дачу там какой-то котлован недоделанный короче сегодня бы засмеяли премьер-министра за такую дачу другое время было другие ценности ну так вот во всех союзных республиках в областях сформировались такие как бы кланы которые осваивали все руководящие должности допустим вот небольшой район там есть секретарь партийный руководитель районного совета исполнительный комитет в районном центре там мэр руководитель ЖКХ в общем есть милиция своя там органы свои все все это постепенно не сразу но постепенно осваивается своим создается такой план он не бандитский ну воровской скажем так и они делают себе хорошую жизнь посторонних они не подпускают и потом в республиках это все было больше некоторые попадали там не потому что они там какие-то неправильные действия сделали а просто внутри партийные там какие-то отношения не сложились кому-то дорогу где-то перешли узбекское дело там хлопковое потом было Медунов такой фамилия ну это то что на слуху ну было периодически вылезали а в основной своей массе не трогал их Леонид Ильич особо старались скандалов не раздувать тем более у него было очень много друзей тех которых вообще трогать не надо было жили хорошо и вот когда при Горбачеве петля немножко ослабла они почувствовали он хотел реорганизовать и создать значит союз с более свободными отношениями ну они почувствовали что более свободные отношения это когда они вообще от Москвы зависеть не будут вот тогда они свободны это не народ не население это руководители вот эти вот все я помню что в самом начале 90-х годов в Москве один из моих знакомых мне рассказывал говорит поеду в Минск я говорю что ты туда поедешь что там делать а говорит снял все деньги со счета поеду положу в белорусскую сберкассу я говорю а смысл он говорит понимаешь сейчас вот курс белорусского рубля два раза ниже чем российское тое российский рубль это два белорусских и вот сейчас вот будет объединение Беларусь и Россия в одно государство и тогда будет обмен денег белорусских на российские и вот все деньги которые есть у людей будут меняется за 2 белорусских рубля давать 1 российских А деньги, которые в сберкассе, будут менять один к одному. То есть я, допустим, свои 10 тысяч положу сейчас в сберкассу, и я получу, обменяю на белорусский, положу в сберкассу, и я получу потом 20 тысяч российских вместо своих 10. Я говорю, ты знаешь, я думаю, что не надо этого делать. Он говорит, почему? Ты понимаешь дело в чем? Эта республика, как и все остальные, уже, я не помню сколько, ну пару лет уже, наверное, прошло, она независимая. Вот смотри, пока они были зависимые, что они могли сделать? Вот руководитель республики, у него ничего не было, он ничего не имел. У него была дачка какая-то в лесу там с банькой, ну как у них у всех. И он, приезжая в Москву, там в ЦК, он старался со всеми там как-то быть очень вежливым, потому что не знаешь, что тут мелкий чиновник, какие полномочия иметь. То есть он был как бы, а у себя в столице он сидел и ждал, когда вдруг внезапная комиссия приедет. То есть у него за границу он выехать не мог, только с разрешения Москвы. Все делала Москва, все решала Москва, забирала все Москва. А сейчас, смотри, он стал независимым, он ездит по всему миру, не только он. У него же еще председатель Совета Министра у каждого есть, председатель Верховного Совета, еще там чиновники все, их всех принимают как руководителей независимых государств. Вот он прилетает в аэропорту, выходит, ему строят почетный караул, его встречает лично президент. Ему почет и уважение, жена по магазинам, он там по приемам. Красота, кроме того, даже каждый директор завода, который у него, то надо было с Москвой решать, по какой цене, куда, какой товар продавать. А тут они сами решают и сами цену назначают. И поехал директор, допустим, в Индию куда-нибудь или еще там цены на свою продукцию назначать. И между делом договариваются, что вот одна штука у нас продается там по полторы тысячи долларов. Мы можем вам продать по 1400, я могу такой контракт сделать. Но 10 процентов или сколько там, если это возможно, на мой счет отведите. Соглашаются, всем выгодно. И говорят, и они, это рабочему с крестьянином, вот рабочему у станка и трактористу на тракторе, ему по большому счету лучше большая страна. Потому что нет границ, единая валюта, можно ехать там на Теньшань, можно ехать в любое другое место, в Тбилиси, там в горы, в озера, реки, моря. Вот, и никаких проблем. А руководителям нет, и они свою независимость не отдадут. Подожди полгодика, ты говоришь полгодика. Если вдруг уже станет ясно, что будут подписывать, тут от Москвы до Минска ехать недолго. Успеешь слетать, смотаться, если надо будет. Подождали, так и получилось, как я говорил. До сих пор независимое государство. И не отдаст, не отдаст независимость. Так вот, Советский Союз был развален не усилиями шпионов и агентов, которые там по вражескому заданию, а вот совместными усилиями всех тех, кто свою власть решил конвертировать в наличные и безналичные деньги. Власть хорошо, но вот уходит, допустим, руководитель обкома, и у него остается там пальто из хорошей шерсти и пыжиковая шапка. То есть каких-то там миллионных счетов у него нет. Сейчас бы стыдно было, как это так, губернатор области и нищий. Должно быть все, иначе же ты не хозяин. Вот уж, я говорю, совместными усилиями руководителей всех там, партийных, директоров советской власти, одновременно вместе с ними и руководители спецслужб тоже оказались в этом заинтересованы, им тоже было удобно. Они же все там при власти при этом обеспечивали их интересы. И поэтому Комитету государственной безопасности гордиться абсолютно нечем. Государственную безопасность они не обеспечили. Государство разрушилось, развалилось, разбежалось. А Комитет государственной безопасности своих обязанностей, чтобы предупредить это, красиво, значит, обеспечить. Вот, не обеспечим. Так что вот так. Ну, хорошо, допустим, Горбачев пришел бы на это место, сел бы, если бы у него она была, на резиновую попу, и не шевелясь бы пробыл на ней. Сколько получалось там лет? В 85-й. И до сегодняшнего дня 35 лет. Вот ему, вот, и вот сейчас бы, 92 года, у нас бы был старый генеральный секретарь. Но он, кстати, подвижный был, он бы выполнял вполне свои функции. Раз в 5 лет там прочитать доклад, делали бы ему сокращенные какие-то. И у него было бы звезд уже, наверное, это у Брежнева меньше, чем за 20 лет у него было. Четыре, одна у него была до этого, в 61-м году. А, за 20 лет четыре, а за 35 так было бы, ого, ну, семь-восемь, наверное, повесили бы. Вон у северных корейских генералов, так у них там как-то, там чуть ли не ниже ремня свисают огромные такие ордена. При том, что война давно уже была, у живых, наверное, с той войны никого не осталось. Ну, во всяком случае, не служат. За какие заслуги? Ну, за посещение торжественного собрания, орден там, или еще за что-то. Вполне возможно. Но страна со своей неудачной экономической моделью, она бы пришла к тому, что все было бы по талонам, и мы были бы еще в несколько раз более нищими, чем в 90-му году. То есть, Советский Союз распался по естественным причинам. Даже более благополучные империи в мире распадались. А уж такая неумело сделанная, кривая и касаяся, тут никак. Так вот, еще надо сказать, что распад Советского Союза, ну, Советский Союз, он был как бы наследником Российской империи. Практически по границам, там, кроме Финляндии и Польши, все остальное то, что было в Российской империи. Ну, отошли много республик, отошли территории. Но все равно Россия осталась огромной державой, в которой 90 субъектов федерации. Из этих 90 субъектов, наверное, половина – это национальные всякие республики, автономные округа, автономные области. Еще чего там придумали, не помню. И национальностей, наверное, более ста. Так вот, я думаю, что сейчас второй этап распада Советского Союза, то есть Россия – правоприемник Советского Союза. Сейчас будет второй этап – распад Российской Федерации. Вот эта нелепая война позорная, кровавая, она, в конце концов, приведет к тому, что центр ослабнет, и регионы начнут подходить. Им, как и в Советском Союзе республикам, захочется самим распоряжаться своими богатствами. Представьте себе независимую Якутию. Эмираты облизываться будут только и стонать от зависти, как хорошо будут жить якуты. Да, даже Воронежская губерния с ее черноземами, когда она будет сама руководить своими территориями, без вмешательства Москвы и без того, что у них все забирают, и та будет жить, и даже Чечня, и даже Чечня. Если все думают, что там в Кадырово все влюблены, то нет. Чечня не забыла десятилетней войны, и сколько было принесено жертв. Поэтому даже Чечня потребует своей независимости. Про Советский Союз примерно так, подводя итог, Советский Союз распался из-за корыстных интересов руководителей партийных и государственных, и из-за того, что он, в общем-то, не нужен был народу. Уже к тому времени мы знали, что живем мы бедно, основная масса это знала, что совершенно непонятно, почему мы не можем выехать за границу, почему нам так мало платят, почему в магазинах ничего нет путнего. И, в общем-то, было понятно, что ничего не изменится, ничего не появится и ничего не будет. Первое, из чего надо наводить порядок в освободившихся этих странах, надо людям назначать нормальную зарплату, а не вот это вот пособие, которое сейчас платится. Будут у людей деньги, появится бизнес частный, появятся магазины, появятся мастерские в этом музыке. Ну, как там водитель едет с такой музыкой, он же не слышит ничего. Сейчас им вылезут авторские права. Не люблю я такого. Я не хочу эту музыку слушать, меня же потом куда-то... Так вот. Та квартира, которую, допустим, дали моим родителям, или та, которую я получил бесплатно, и я, и мои родители заработали бы быстрее и лучше, если бы платили нормальную зарплату. Поэтому я в Советский Союз обратно не хочу, при том, что был моложе, все было лучше, все равно нет. И, глядя на своих ровесников здесь, и видя, что они имеют, и в каких условиях живут, и сравнивая с тем, в каких условиях жил я, и понимая, в каких условиях я бы жил сейчас, если бы Советский Союз сохранился до нынешних дней, я делаю соответствующие выводы. Распад Советского Союза был естественным процессом, потому что создан он был плохо. Это было безграмотное, кровавое, недобровольное. То есть, Союз нерушимый, Республик свободный. Значит, не Союз, загнали силой. Союз – это добровольный, нерушимый. Мы с вами видим, что распался. Республик. Не было это республиками, это было диктатурами. А, и свободных. Какие же они были свободны? Свобода там не было. Ну, вот примерно так. А, ну и вспоминая, значит, про следователей, у многих из них, там же не только следователи, там было очень много всяких других работников. В лагерях было большое количество персонала, которые обеспечивали все, что там происходило, в том числе и производственную деятельность, как они это называли. Вот. Во всех этих отделах и тюрьмах, везде все это были сотрудники. Вот. Так вот, у того же Хват, Хват, да. Вот в Википедии ему страничка посвящена. У него много орденовых медалей. Вот. И там, и за Берлин, и за Германию, и за все на свете, вот таких вот боевых. Вот. Вот. А что у него могло быть боевого? Ну, допустим, съездил он на фронт. Вот. Приговорил к смертной казни, там, 10 человек. Ему за это орден и медаль, он же там был. Вот. Вот такие вот. А детей своих все поустраивали. Вот. Детки. Дети тех, кого арестовали, доказнили. Вот. Они выросли в детских домах, жены в спецлагерях. За то, что жены. Это тоже, кстати, очень оригинально. Вряд ли где-то в других странах такое делалось. Ну, и получили все образование. Вот. У них выросли уже другие дети. Сегодня уже внуки у этих всех следователей. И палачей, скажем так, тоже. А. Уже их внуки. Они все на высоких должностях. Они уже в власти. И Путин сам. У него дедушка был поваром у Ленина и у Сталина. Вот. Ну, надо понимать, что тот, кто работал поваром у первых лиц государства, неминуемо обязан был быть сотрудником спецорганов. Вот внук подрос. И он в своем понимании начал строить государство, как ему видится. Очень плохо ему видится. Поэтому, когда Россия распадется, будут думать, был ли он агентом. Самое интересное, что, может быть, он и не был агентом. Не обязательно. Достаточно того, что у него в голове было уже, без всяких агентурных вмешательств. Ну, и желаю, чтобы скорее эта война закончилась. Скорее сменилась власть в России. Мерзавцам надо убирать. И я как-то говорил еще в марте, через месяц после начала войны, как я все это вижу, чем это будет. И я в конце сказал, да, может Россия и победить. Но будет только хуже от этого, если она победит. Сейчас, допустим, вышибут украинские войска, российскую армию за пределы Украины, вернутся к границам 91-го года. Отойдут года два-три, там сколько будут силы копить, а потом опять полезут. Кончится все очень плохо. Вот, поэтому надо это все менять и пересматривать. Все равно всем желаю мирного неба, здоровья, успехов. Спасибо за внимание.